Вот в такую жару хочется куда-то подальше, на острова, тропический дождик, легкий бриз. А ты бы согласился жить на острове, допустим, из мусора? В каком смысле? Нет, конечно, остров из мусора. Да, он находится в Японии, Дима. Это остров Адайба. Он построен на месте огромной мусорной свалки. В Японии вообще редко что-то выкидывают, пластик и другие материалы прессуют и компонуют в блоки для строительства. Таким образом, японцы увеличивают площадь своего государства. Ну что сказать, молодцы, конечно, но хендмейдом и у нас заниматься умеют, в том числе и из мусора. Обо всем расскажет Нанодача. Собрать трактор или открыть мастерскую хендмейда. Сибирским дачникам все под силу, главное не сидеть сложа руки. А интересные идеи всегда найдутся. Об уникальных изобретениях и разработках расскажем сегодня. ДАЧНИК МИХАИЛ ЗАХАРОВ В свободное от слесарных работ время он мастерит прицепы и тракторы, причем на любимых восьми сотках в ДНТ «Весна», что в Метелево. Этот чудо-агрегат собрал всего за одну зиму. Теперь тачка помогает спахивать поле себе и соседям. Здесь мосты и от ИСУЗУ, джипик, колеса лазовские, двигатели от Запорожца, раздатка. Еще шести колеса трактора были, моторный завод впускал от него. Распорядитель тракторный. Кресло от УАЗика, я тут какой-то машины не знаю даже, от «Семерки». Щиток приборов волговский. Здесь все, сварка, резак, болгарка, токарного здесь даже ничего нет. Это все дорого, если не заказывать токарям. Михаил Григорьевич сельхозтехникой на «ты». Прокачать четырехколесный для него не проблема. Ручной труд и эксклюзив гарантирует. В любимый трактор не вложил ни копеечки. Я с детства начал все собирать, даже не знаю, от умер. У меня пять братьев у нас, но не один не собирает, я один такой, ненормальный. Сначала первые были в деревне, собирали трактора, косили мы косилки. Потом переехал сюда, начал собирать для себя, для дачи. Под силу дачнику и резьба по дереву скоро будет готова эксклюзивная вешалка для жены. А в планах на будущее взлететь в небо на собственном параплане. Осталось только собрать двигатель, пока Захаров над этим работает. Рабочий халат, гордость Людмилы Александровны в Тюнёво все знают. На улице Голубой царит настоящая сказка. Красочных животных и старых резиновых покрышек дачница делает уже несколько лет. Все началось с медведей, а потом потянуло на экзотику. Жирафы, улитки и черепаха радуют глаз. Во двор к бабушке приезжают школьники на экскурсию. Видят, вот машина остановится, и бабушка, можно? Да ради бога, жалко, что за просмотр деньги не беру, пусть смотрят. С пяти литровых бутылок из-под пива, да так валяются весной, сколько. Собирала мешками, по шесть-семь мешков. Еще в плане все хочу сделать, самодельную пальму. Любимое хобби еще и малый бизнес. Часто фигуры заказывают тюменцы, популярностью пользуются лебеди. Их дачница продает за тысячу рублей. В резине она разбирается лучше любого дальнобойщика, а вырезать формы помогает сын. На два раза все красишь. На раз оно черно получается, колеса-то всякие грязные. На два раза. Так по диаметру, и чтобы вот они лучше есть. И лопушая резина, она плохо потом, чтобы поцелее была в краях. Есть же вообще сношена уже вся она, считай, в дырах. Она уже куда? Год-два и все. А это вот уже три года у нас и не подкрашивала, ничего. Она вот как свежая. Сами видите. И чебурашку, и крокодил оден, и вот медведей. В планах смастерить змея Горыныч, а также бабушку с дедушкой. Всего воссоздать около восьми героев русских сказок, чтобы самые юные жители области не забывали героев детства Людмилы Девяткиной. Кстати, из покрышки может выйти и отличный пуф. Форма уже есть, достаточно закрепить основание прочным ДСП и обмотать шину тесьмой. Веревка придаст вашему новому пуфику морскую тематику. Сделать из мусора шедевр тоже легко. Возьмите старую люстру, повесьте ее на террасе, а плафон используйте вместо вазонов. А вот если разбилось зеркало, не торопитесь его списывать. Соберите больше осколков и смастерите зеркальный забор. От желающих сделать селфи у вашей ограды не будет отбоя.